Девушки отдыхают 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 с особым удовольствием, с азартом, и тогда у меня это будет получаться. Во-вторых, моя новая деятельность должна мне давать возможность непрерывно развиваться, постоянно что-то изучать. И желательно, чтобы этот процесс был бесконечным, желательно, чтобы не было какой-то точки пресыщения. Примерно в это время на работе возникла необходимость автоматизировать один процесс. Это была рутинная, бухгалтерская процедура по калькуляции определенных товарных позиций. Я решил, напишу программу, потому что я когда-то в школе занимался программированием и даже участвовал в каких-то там олимпиадах, и это было бы интересным приключением. И я понимал, что, конечно, опыт моего школьного программирования от того, чем занимаюсь сейчас, отличался в корне. Я решил выйти в интернет, посмотрел какие-то уроки, туториалы, и начал, выделил себе рабочее время и начал писать программу. В итоге, конечно, получилось неказисто, потому что, ну, это была простая задача, сделана из того, что я умею, но вот это вот чувство, которое я для себя открыл, то есть я из ничего, применяя свои вновь полученные знания и какое-то время, из ничего, не вовлекая какие-то материальные затраты, сделал продукт, который не просто что-то делает и работает, он облегчает жизнь какого-то человека, то есть он приносит пользу. Я для себя открыл новый мир созидательства, новый мир бесконечных возможностей. Я понял, что я хочу делать в новой своей жизни, и тем более, что вот эта вот моя идея прекрасно ложилась на мои критерии выбора новой работы. Я решил, я стану программистом. И, конечно, написание небольшой программки по автоматизации процесса полноценным программистом меня не делает, и мне надо учиться. В институт пойти я не мог по нескольким причинам. Во-первых, я просто бы туда не поступил, потому что за время, которое прошло со школы, знания элементарных дисциплин, наук просто выветрились из головы. То есть поступить бы я не смог. Второй вопрос стоял финансовый. Я не мог просто взять и из семьи вырвать деньги на обучение в институте, потому что институт удовольствие недешевое. В конечном счете, к тому моменту я начал осознавать, что мир IT, в который я хочу войти, настолько динамичный, настолько быстро развивающийся, что, учитывая определенную инертную систему образования, должную, знания будут даваться с некоторым опозданием. И поэтому в контексте моей задачи получение диплома будет не более, чем получение диплома. А мне нужно было получить актуальные какие-то свежие навыки. Я вернулся в интернет. Благодаря тому, что я уже искал какие-то программические решения, контекстная реклама дала о себе знать, конечно, и я наткнулся на курс Java Rush. Купил годовую подписку, и это оказалось намного дешевле, чем хотя бы даже один семестр обучения в университете. Плюс это давало мне гибкость, возможность заниматься только тогда, когда я хочу, только тогда, когда я могу. И я приступил к занятиям. На этом курсе я примерно потратил год, и это был очень эмоционально насыщенный год. Я иногда опускал руки и думал, что у меня не получается, я не могу, это плохая идея, у меня вообще ничего не получится. И на курсе попадались такие задачи, нерешаемые, просто не решались никак. И я начал понимать, что в такие моменты думать, что я просто тупой. Потом время проходило, я упирался, задачи как-то худо-бедно решались, иногда на это уходил целый месяц, и я снова получал вот это ощущение, за которым я гонялся. Ощущение того, что я справился с задачей, которая для меня чуть ранее была нерешаема. И вновь мотивация моя зашкаливала. Иногда я очень надолго забрасывал свое обучение на несколько месяцев, потому что то на работе был какой-то завал, аврал какой-то, то семейные обстоятельства требовали моего непосредственного участия. Но потом я вновь собирался, собирал себя в кучу и продолжал заниматься. Потому что я четко понимал, что учитывая мой тогдашний возраст, и то, что я это начинаю с нуля, времени у меня не так много, времени откладывать у меня нет. Примерно тогда я уже какое-то время поучился, и в качестве одной задачи было написать программу, которая анализирует рынок вакансий и предлагает, уведомляет пользователя по поводу того, что появилась вакансия, соответствующая твоим параметрам. То есть ты задаешь там зарплату, удаленность, условия работы и так далее. В качестве целевой предлагалось использовать площадку Headhunter Украины. Мне было интересно, существует ли Headhunter в Казахстане. Естественно, я нашел эту площадку, решил, я вроде бы как бы месяцев 9 занимаюсь, что-то уже умею, что-то знаю, попробую. Листал вакансии, но теперь я уже к выбору места работы относился более серьезно. Каждую рассматриваемую компанию я пристально рассматривал, заходил на сайт и смотрел, какими заниматься проектами, и наткнулся на одну компанию. Проекты практически со многими банками Казахстана в серьезной, то есть в финансовом секторе. Проекты в разных странах СНГ, в Великобритании, в Китае, то есть география очень широкая. Тут я вспомнил, что когда-то в 11 классе, когда мы писали, кто кем хочет быть в дальнейшем своем пути, я написал, что я хочу быть экспертом-международником. Я вспомнил, что я мечтал об этом. Я мечтал, но по ходу жизни ввиду каких-то обстоятельств я просто об этом забыл. А тут снова вспомнил, и тут вот она компания рядом, в которой я могу работать и реализовать мечту. И это было интересно. Я четко понял, что я хочу работать в этой компании. Забегая наперед, это компания Гритга, в которой я работаю сейчас. Я отправил свое резюме. Я уверенный, я 9 месяцев учился, я все знаю. Отправил резюме, правда, в качестве опыта IT-сферы мне нечего было написать. Ну я написал, написал на работе какую-то программу, а так написал, что коммерческого опыта разработки не имею. Отправил резюме и получил отказ. Отказ получил, расстроился, но понял, хорошо, компания мне нравится, надо немножко уйти в себя, взять какой-то рестарт и на второй раунд. Примерно за этот период я получил возможность поучаствовать в так называемом реальном проекте. Реальный проект — это когда несколько обучающихся программистов решают какую-то реальную задачу с реальными условиями. То есть с дедлайнами, с изменением ТЗ, такими нюансами. Основной идеей этого проекта было последующее трудоустройство, поэтому нам периодически, помимо основных знаний, давали навыки, как вести себя на интервью, как правильно заполнять резюме. И по прошествии этого курса, курс был очень интенсивный, то есть каждую неделю давались задания, задания были сложные. И вот эта вот моя итерация от «я тупой» до «я чертов гений» уже сократилась до одной недели. В конце курса… Спасибо. В конце курса я уже снова решил подать резюме в эту компанию. Но только в этот раз я уже указал весь свой опыт, непрограммистский, программистский, участие в этом реальном проекте. И, как сказал мой коллега, что я работал 16 лет, мне было что указать. Подал второй раз резюме, в этот раз они уже рассмотрели, назначили мне тестовое задание. Казалось бы, можно, ну уже что-то получается. Однако здесь меня встретил шквал трудностей. Во-первых, у меня сломались все компьютеры, которым я имел доступ. Просто все по разным причинам сломались. На работе начался аврал, аварии, какие-то там организационные мероприятия. Просто все горело, у меня ничего не получалось. Я понял, что я тестовое задание не делаю. А на тестовое задание давалось 7 дней, 7 суток. Это значит, я получил его в 12, в 12 должен знать через 7 суток сдать. В итоге приходилось делать это задание в таком авральном режиме. Где-то по ночам, где-то по утрам, где-то в конце. Я от этого всего стресса заболел, но задание сдал в 6 часов утра за 6 часов до дедлайна. Навел там рюшечки какие-то. Что меня подкупило в этой компании, что в 6 часов утра я сдал задание, в 12 его проверили, назначили мне собеседование. Мне это очень сильно понравилось, потому что я очень не люблю ждать и заставлять себя ждать. В день собеседования, его назначили на следующий день, температура у меня поднялась до 40, мозг не соображал вообще, я как и сейчас пил постоянно воду. Какие-то простые вопросы, задачи, которые мне задавались, вообще не решались для меня. Мозг отказывался работать в таких условиях. Но все-таки и собеседование я прошел. После окончания собеседования я позвонил жене и сказал, я все-таки тупой, я не пройду, я завалил собеседование. При этом параллельно получил звонок, переключился на звонок, это были рекрутеры. Они сделали мне предложение. То есть я, несмотря на то, несмотря на вот эти все сложности, трудности, злоключения, неудачи какие-то, несмотря на то, что я лично верил, что у меня не получалось, я получил предложение работы. И то есть я прям сделал шаг вот в этот свой новый мир к работе, мечты, которую я подобрал по своим параметрам. Это было интересно. Но правда, образно говоря, я только ухватился за выстав, впереди еще был испытательный срок. Испытательный срок 3 месяца давалась, тоже задача, которую, вернее, надо было сделать в сжатые сроки с конкретным дедлайном. И здесь было очень тяжело, потому что я переехал 1400 километров, приехал в Алмату, там я первое время в гостиницах снимал, вставал в 5 утра, 2 часа работал, потом шел на работу, осуществлял работу там, возвращался, еще пару часов до сна работал дома. Плюс мне еще параллельно приходилось искать квартиру. Были такие моменты, когда я с севшим телефоном в городе, который я вообще не знаю, ночью оказывался где-то под дождем и не знал, куда деваться. Ну, в общем, испытание было серьезным. Было интересно, но испытание было серьезным. Испытательный срок я прошел очень хорошо. И в конечном итоге, подытоживая всю эту историю, получил ли я работу мечты, которая соответствует моим параметрам, которые меня зажигают? Определенно, да. В качестве примера, несколько дней назад, наверное, чуть больше недели, я вызвался участвовать в проекте по инициативе компании Сингапура. И заявку мою руководство одобрило, потому что требовался серьезный сотрудник, который может составить солидное впечатление о компании, о нашем подходе к работе в принципе в стране. Поэтому работу свою я получил. При этом надо сказать, что по ходу вот этого мероприятия, по ходу всей вот этой метаморфозы, мне очень помогал опыт, жизненный опыт. То есть на предыдущем месте я вынужден был общаться с очень тяжелым характером одного человека, который был арендодателем, я просто вынужден был с ним контактировать. И теперь в моей новой жизни, на начале моего пути, мне приходилось с очень требовательными заказчиками, представителями разных финансовых структур общаться. И вот этот вот опыт общения с такими людьми мне здесь помог. Плюс какое-то время назад я несколько лет работал на заводе, на металлургическом, в изнурительных условиях, в очень тяжелых условиях. И эта вот закалка в этой моей жизни помогла мне справиться со всеми нагрузками, которых мне пришлось преодолеть. То есть суммарно весь мой опыт, жизненный и профессиональный, не остался выкинутым где-то за углом. Он мне помог, помог преодолеть эти трудности. Более того, стал моим несомненным преимуществом. Потому что к тому моменту уже опыт только управленческой деятельности у меня составлял чуть более 8 лет, что меня выгодно выделяло среди моих коллег при карьерном росте, при продвижении. В итоге, был ли этот переход рискованным? Определенно да. Потому что мне и моей семье, у меня жена и двое прекрасных дочек, пришлось от многого отказаться. В том маленьком городе, о котором я говорил, у нас была очень большая наша квартира. Здесь нам приходится снимать очень маленькую квартиру. И мы очень много чем рискнули, очень много чего отказались. Но мы понимаем, почему мы это сделали. Мы, я говорю, мы и моя семья. Потому что помимо того, что я получил какие-то возможности развиваться, эти же возможности получили мои дети. Потому что они также были бы ограничены, стеснены ограниченными возможностями маленького города. Плюс я должен сказать, что весь этот период был не без поддержки моей супруги, на которую легла нагрузка по воспитанию семьи полностью. Потому что вот эти три месяца, которые был испытательный срок, мы решили не переезжать. И жили в разных городах. Я, может быть, раз в две-три недели только прилетал, на выходные просто там здоровался и все. Не помогал. На нее легла большая нагрузка, за это ей огромное спасибо. Плюс она ее, то есть вот этот переезд осложнил ей ведение ее бизнеса. Но она справляется, и в этом она молодец. То есть поддержка у меня, конечно, в этом плане была. В качестве заключения, весь этот период, все это действие, у меня в голове крутилась одна мысль. Что работа — это брак по любви. И пока я готовился к этому мероприятию, я нашел полную версию этого изречения. Звучит оно так. Итак, профессия — это обязательно акт любви, и никак не брак по расчету. И пока не поздно, задумайтесь, что дело всей вашей жизни не дело, а жизнь. И ведь если задуматься, действительно, если посмотреть под таким углом, работа занимает треть нашей жизни. И если мы тщательно относимся к тому, на чем мы спим треть жизни, трепетно выбираем себе партнера, с которым проводим вторую треть жизни, то и к работе, на которой оставшуюся треть мы жизни свою тратим, мы должны относиться с той же трепетностью и тщательностью. Поэтому, если вдруг вы ощущаете, что на каком-то моменте, несмотря на то, сколько вам лет и как долго вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, если вы ощущаете, что вы не получаете полной самореализации, если вы ощущаете, что внутри вас, подавленный страхами, что-то менять спит талант, который не находит применения в той деятельности, которую вы осуществляете прямо сейчас, то вы не просто можете, вы обязаны сделать усилия, рискнуть и двинуться к тому, что вы хотите. Ведь вполне возможно, что где-то есть проект, который ждет и которому нужны именно ваши способности, ваши таланты. И этот проект может принести благо не только вам, но и окружающим вас людям, городу, стране и миру. Спасибо. 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 Спасибо.